но нету здесь ни входа ничего да а что может быть ваше предположение ки короче смотрю и вахаю я свои ямки закапываю как дурень сейчас вам покажу что здесь творится здесь оказывается тоже наверное внутри вроде пустота слышать как сюда зайти залезть но я думаю это погребок какой-то был вход мог вот здесь где-нибудь быть туда заходить ну вот друзья я думаю что это первое серебро этого сезона вот она все в коржах но вот такой результат пока что это я уже здесь сколько не посмотрел сколько времени ну часа два наверно в общем забегу на пирот какая-то какое-то украшение и вроде как золото не знаю ну желтеньким блестит земли сейчас будем смотреть вместе может быть опять повезет сезон открою сезон закрывал золото может сезон и открою как говорится золото все давайте посмотрим друзья всем привет вы на канале мужские интересы с вами роман и сегодня отправился шурфить до часто спрашивают почему я не шурфлю как бы видосов нет пошел один есть это с первого сезона да он порадовал там среднюю часть складня нашел часы какие-то старые там колечки монетки серебро было но это чисто случайно я там зацепил возле леса пастбище и на нем был такое очертание фундамента а так у нас в беларуси таких мест мало чтоб пошурфить все которые старинные такие фундуки все под полями колхозными давно распахали закопали но вот в лесах пустах где-то еще можно что-то найти вот вы еще в первом сезоне я нашел такой вот фундамент он большой здесь по карте ркк верстовки была школа думаю войну даже было наверное какой-то здесь ну короче немцы сидели комендатура наверно какая-то потому что находки немецкие есть что до этого было не знаю здесь вот в кустах везде мусорка такая шмурдяка столько что здесь походу вот деревня рядом наверно молодежь раньше здесь отдыхала потому что пробок просто завались консервные банки тому подобное еще чего не шурфил не было лопаты нормально был укороченный фискар мы видели он еще треснутый вареная уже четыре раза вот заехал магазин приобрел такой вот фискар длинный пять лет гарантии далее я чуть не умер ребята я тот куплял фискар никакой гарантии ничего не дали здесь заезжаю мне врат пять лет на лопату 25 на колу без вопросов еще лопнет провозить так я вар через полгода вам верну ребята меняем не может быть я им хотел уже свою багажника достать показать что с ней стало за не знаю может это у меня такие руки к руки кровожопы так сказать но у крышей своих спросил кто вот копает примерно как я но частые выходы там и зимой и летом как говорится везде где только можно тоже ломается лопаты не знаю может кто-то редко ходит не ломается но как-то так ну вот приобрел уже попробовал копает нормально все вроде устраивает все огонь мы посмотрим за сколько она сложится и сложится ли вообще но должна я думаю вот пошурфим немного здесь я просто ну радом ходил по пулям один раз зашел но я знал уже здесь фундамент есть меня корыш показал один раз зашел я в уголку там капанул жара было не хотелось уже напрягаться уголку попробовал закопался там буквально штыка на полтора снял метр на метр и находки были была монетка 1920 какого-то года не помню фенюшка и что-то еще но я не стал дальше пробовать копать здесь и корней и кирпичей то бишь с короткой лопатой вообще не вариант было ладно много текста пойду пробовать шурфить да еще что хочу сказать не переключайтесь если будем сейчас выезжать вот на такие шурфы буду пытаться во время перекуров так сказать чаепития общаться с вами на различные темы интересующие вас ну которые вы задаете вопросы когда пытаться ответить что-то будем вместе с вами совместно выяснять решать хоть ну вот сегодня думала будет время перекура затронуть тему разрешен ли коп запрещен ли коп беларуси потому что это все новички копатели как бы задают вопрос то уже копает несколько сезонов под задавать не будет всем и так ясно можно нельзя и где и что ну вот чаще меня даже задают этот вопрос россияне и украинцы как бы им интересно как у нас происходят дела и по поводу копа трогать ли у нас милиция такие наказания за это есть я мог бы сделать отдельный ролик там писать вам эти все указы и приказы и всякое это вот директивы и короче смысла как обычно не было непонятно ничего вроде можно вроде нельзя но я попробую своего опыта своих как бы познаний там каких-то потому что много кто делится своими ситуациями ну попробую вам что-то рассказать что я знаю даже вы напишите мне чем вы согласны чем не согласны что-то вы добавите следующий раз я приеду опять добивать фундамент или там следующий и я продолжу эту тему опять что-то расскажу опять все какую-то информацию черпанете свою вложите и так будем продолжать потому что до десяти тысяч подписчиков я не как бы не хочу начинать стримы какие-то делать они будут конечно будет и розыгрыш как и обещал на десять тысяч кстати сейчас вот в группе скоро уже будет еще подписчиков вконтакте кто еще не в группе вступайте будет розыгрыш в розыгрыше еще точные призы и как бы я не определил но думаю будет наверное какой-то шеврон на тему рыбалка или коп я уже вот еще видно один пришил я наклеечки на машину логотипом металлоискателя кепку тоже не есть кепка экспедиус по моему или как она просто это на слете выиграл монеты будут наверное серебряные там еще может какие-то и тор и бак там монеты может не нужны будут на выбор воблеры учета там еще добавлю короче посмотрим что и к чему но это всего лишь 1000 подписчиков как бы небольшая такая небольшое количество как бы розыгрыш на такое количество думаю приятно кому-то будет получить ну все погнали покопаем немного потом пообщаемся еще вот друзья вот я уже выбросил здесь немножко вот такая часть стены осталось но фундамента от нее и стал отталкиваться в принципе здесь видно все вот она идет вот получается угол бетонный от него вот здесь я тоже попробовал поковырять одни кирпичи идут вот еще одна стена вот угол вон угол и вот угол то бишь большое здание было но по карте ркк верстовки школа стояла вот есть яблонки вот яблонки растут но здесь вообще шлак весь кирпич на кирпище вот вообще плохо копается лопату не сунуть корни везде вот не торчат деревья вот везде идут большие корни короче не так и ожидал я в прошлый раз вот здесь уголочек такой полметра на полметра всего лишь копнул и находки были интересные то бишь ранние советы но не советские монеты а времен ранних советов нашел фенюшку еще что-то там царского времени что-то не помню ну а сейчас вот как бы две пуговицы каких-то гнилых и две монетки но это скорее всего позднее советы 15 10 копеек да вот она 10 копеек это копейка тоже позднее будет как бы пока так не знаю что делать здесь короче вот дошел до корней дальше копать тяжело в ту сторону как бы пойти я думаю вот от этого угла у на тот угол шел еще как бы фундамент где-то переход был с комнаты в комнату наверное вот здесь я думаю ну так предполагаю сейчас покажу вот столбик вот столбик вот и вот угол тоже здесь наверное был выход вот попробую сейчас вот здесь на выходе но это вот вторая комната шла вот этот еще это выход здесь вот столбик столбик вару угол и вот угол идет бетонный и он там за деревом еще один то бишь большое там вот еще место по моему печка стояла низ печки мы будем ковыряться попробуем часик полтора если ничего интересного не пойдет может быть выйдем здесь поглядел и шел вот поле засеянное все видите зеленое а за ним там есть огороды попробую по огородам походить друзья сигналы уже показывать не буду какие извинят потому что здесь разнобой такой что может любая находка извинять по разному так как рядом лежат и чермет здесь извинит все железом он видите но есть находки ну видите как рыбе 36 34 где-то вот еще одна каким-то углом становишься раз будем изымать смотреть что это ну вот первый сигнал выкопал пробор поставил посмотрим что-то запинат далеко сейчас запинат скажу да и ладно мы так пойдем ходить запинат дедушки старым способом всяких пин он ушел все как бы пин конечно лучше чтобы на поле он то столько поскольку вот сколько копаю здесь а стекла практически нету хотелось бы найти конечно стекло но другой стороны школа ну хотя бы чернильницы должны были быть вот он это под шляпку гвоздя подложил и жестянка такая и здесь много пробита ну сейчас вторую находку посмотрим так но вторая находка оказалась воротниковая запонка пока меня нету вывалилась есть и красивые довольно такие с камнями есть просто узорчатый красивый такие кто-то путает с кониной ставлю сюда вот картинку с такими запонками посмотрите это называется воротниковая запонка еще вот камушек обычно стоит разных цветов вот такая пошла просыпка мягкая ой такой тык уходит легко попал я от угла ну от стен от углов там твердовато было вот на середину комнаты вышел просыпка идет такая мягкая как пух попадаются кирпичи думаю здесь находки должны быть там а 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 и уже идёт, в чём штык. Жирнал поменялся. ММ-28 примерно, ну там три копейки советских ранних, я бы думал вот так. Сейчас поменялся, стал восемнадцать, даже двенадцать, наверное какая-то жбонь. Ну вот, друзья, как я и говорил, что по карте здесь школа была, вот такой в малях, значок. Это пионеры походу, да? Я как бы пионерам не был, не взяли, десять копеек. Октябронка была. Вот. Карапуз Ленин. Вот такой. Ну, находка. Стеночка, от неё начинал. Поздние советы пошли. Я уже как бы испугался, думал. И ну, то бишь, после войны стояла здесь школа или что-нибудь такое. Но думаю, наверное, уходя, немцы здесь её взорвали или что. Потому что вот там, ну там ясно, она как лавочка, костёр ожгли. Молодёжь в советское время там с кармана вываливалось что-то. Вот отошёл я сейчас сюда. Здесь вот. Вон угол идёт. И фундамент. Вот угол. И вот я дошёл до него уже. Цемент такой пошёл. Ну, раствор типа попадаться. И вот монетка выпала. Это уже ранний советик. Лишь вот империя. Ранний совет. Ну, как по карте было. Верстовка. РКК школа. Вот. Пять копеек. Вот не увидим. Ранние, видите. Пролетарий всех стран соединять. Так что надо отмачивать. Может какая редкая. Не знаю. Ну, я в основном не перебираю монеты, не смотрю. Бывает иногда что-то интересное попадается с ранних советов, с тех же там брак или перевёртка. Ну, благодаря вам, моим зрителям. Я узнаю это. Кто-то смотрит внимательно и потом говорит, что там было перевёрнуто. Там брак какой-то. Там ещё чего-то. Так что вот. Копаем дальше. Ну, вот, друзья. Там покопал. Здесь покопал. Выпала копейка советская. Значок пионерский. Сейчас вот сюда пошёл к выходу, как получается. И сразу же. Даже не копавший ещё, не шурфивший сигнальчик был. Ну, пробивался в чермет. Вот. Сколько здесь? 5-7 сантиметров. И вот. Хороший сигнал. Это уже Николаевская копейка. Значит, царские времена здесь тоже что-то было. Ну, здесь знакомые ребята копали, ходили по кустам по этим. Находили даже деньгу. Екатеринскую там. Так что во все времена. Да и на полях здесь 50-средневековья находки идут. Во всех времен. Вот такая копеечка. А вот, не знаю, не видно. Надо чистить. Ну, продолжим. Я хочу купить. Поехали. Ну, ... прим. царская царская империя сами слышите по звуку может не царская но нет 2 копейки николая поднял посмотрел запись не нажал распинаю здесь на камеру потом сматрона не записывает вот уже немного протер две копейки еле видно но это под полом лежали монеты так что будут с наростами с разными но все равно есть надежда что-то интересное вынить но друзья там я сделал разведочку видели находки были империя и советики сейчас вот перешел на этот угол он здесь начал метр на метр сейчас вот в эту сторону углубился вот угол идет здесь был сигнал такой медный империи как вот такая монетка но она нечитаемая лысая короче вроде монет посмотрел ничего не видно сейчас еще вот чуть-чуть пройду пойду чай пить и поговорим насчет копа так что можете тоже заварить чайку минут 5-7 уделим этому этой теме время но нормально началось вот местечко здесь нашел под деревом посредине этого фундамента вот уже сколько два цара вытянул копейка и двушка по моему шмурт какой-то сейчас такой был как бы сигнал такой прыгал то в металл то в крупную царскую монету добился от все-таки докопался за пином не охота идти в рюкзаке лежит так нашел монетка крупная сейчас покажу еще не знаю что сам не смотрел вот такая крупная толстая монета еще не знаю сам что за монета зеленая все ничего не видно сейчас перчатку потру посмотрим короче друзья плохо оттирается но рельеф есть видно просто в зеленке под полом лежал ли что не знаю николай 1 вот до 2 копейки серебром я так понял вот не виден но рельеф видите есть почистится я думаю монетка будет они в принципе такие эти монеты хорошие толстые нормально может и серебро золотом пойдет сейчас будем рыть и 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 в и и и и царская советская ну что друзья вот собирался уже с вами чайку попить здесь сигнал такой невзрачный как бы сказать прыгающих под самыми корнями помудохло все конечно пока выкопал выкопал не знаю что в руки не брал честно вот я снимаю вот как она есть нашел сразу за телефон за камеру показываю потому что когда посмотришь уже не те эмоции она игра на снимать мне не хочется как бы в общем забегу на пирот какая-то какое-то украшение и вроде как золото не знаю желтеньким блестит земли сейчас будем смотреть вместе может быть опять повезет сезон открою сезон закрывал золото можете сезон и открою как говорится золото все давайте посмотрим вот друзья вот корни еще одни корни вот рублю копаю и вот видите какими-то камушками даже что-то вот эти ушко есть вот смотрю тоже через телефон как его через камеру так что не сильно непонятно желтенько вроде не золото знаю что украшал какая-то что не знаю сейчас ближе посмотрю более-менее рассмотрел короче медь позолоченная какой-то старинное украшение на бижутерии да но адреналинчик прыгнул ну все на этой ноте пойдем попьем чайку пообщаемся на нас интересующую тему и возможно продолжим потом опять купить но вот такой результат пока что это я уже здесь сколько не посмотрел сколько времени ну часа два наверно вот позолоченная это вот бижутерия было две копейки серебром николая первого две копейки николая второго ранний советик пять копеек это вот не знаю тоже это царская монета копейка николая первого десять копеек шестьдесят первого года две по копейке тоже позднее пломба запонка воротниковая пуля ну вот такой зачётик пионерский значок ну наверно пионерский да я что-то путаю или октябранский или октябранский пионерским вроде было написано будь готов ну я еще расскажу не был пионера ну ладно но все достану термос и пообщаемся с вами вот друзья по шорфиле часика два находки есть понимаю сам что делаю много чего неправильно я учусь это можно сказать первый мой шурф такой на настоящем фундаменте фил там ну распашки ну вот такой именно это первый то я делаю не так я кто-то понимаю что то нет думаю подскажете решил я из-за того что фундамент большой решил я во всех углах там середину в некоторых местах копнуть там ну метр на метр грубо говоря смотреть что там есть чтобы определиться в какую сторону смещаться вот здесь поздние советы только шли по моему и все значок не значок вот здесь там в конце ранние советы и империя пошла сейчас вот еще немножко покопаю часик точно и наверное вот только меня вот такой вопрос чтобы делали вы присыпали эти все ямки где вы копали до следующего раза или оставили если еще раз приехали докопали и потом засыпали потому что я по-нормальному таких трущобов кинул и все и поехал потом приехал в следующий раз докопал и когда уже все туда засыпал но так как я знаю что ролик смотрит много кто здесь вот вместо так сказать все меня знают здесь ставите знает сразу то сюда приедет поймет что это я копал ну и лишний базар и будет это нам ни к чему так что я часик думаю покопаю потом еще отдам минут сорок я думаю придется отдать засыпать это все и счастливой совести поедет домой но по-нормальному чужом месте я бы наверно так не делал я бы когда вот уже все выбил тогда закопал ну ладно это не суть часто задаете вопрос можно ли копать коп запрещен ли беларуси сами видите сколько каналов только в открытую белорусских копает вот я не прощусь вот на лицо все знают где я живу и страница вконтакте привязана как бы все ссылки есть ну копаю как бы проблем не имею ну единственное что надо учесть что вы копаете как и где это другой вопрос вплоть до того что доходит что у нас в лесу неважно с металлоискателем то и там пришел или так капнул под человек копал просто иглицу в лесу ну себе на огород там эту клюкву или что там присыпать и короче получил довольно большой штраф как мне сказали там около 500 долларов у нас таких паучек нет а штраф такие есть ну ладно копаете вы по войне жопа это сразу ворву это по дон если у вас даже секонет лесник но я разговаривал знакомыми лесниками на своем деле у них и как бы есть негласное предписание на это если увидели раскопки по войне идут не предпринимать ничего не подходить просто вызывать и уже милиция с вами будет разговаривать что еще еще проблема ну как бы вот туда не боимся никого выступаем здесь спокойно не ходим на посевы на посевы нельзя тоже штраф будет проблемы ну там штраф не не сильно большой относительно ладно что-то там частную территорию кому-то залезли без спроса в огород казалось бы да даже забора нету проблем нету я зашел здесь приезжает хозяин что вы здесь делаете вы там с ним начинаете буксовать как бы вызывает милицию проблем как бы нету да ну подумавши что они сделают но ничего проходил мимо не знал забора нету зашел но учтите здесь у нас есть одно но если вы попадаетесь но на глаза милиции так сказать даже не нарушавший ничего просто ну вот вызвали отреагировать они приехали до посчитали что вы как бы здесь ничего не нарушили ничего такого они все равно найдут там еще причин записать ваши данные себе просто ну как бы вот положено и все запишут ваши данные скажут свободен как бы но ваши данные сразу автоматически попадут картотеку так сказать высших тех органов и вот в беларуси я знаю но у меня много знакомых вот саня у меня друг есть с другой области мы в живую еще пока не знакомы копает он тоже копает не по войне его вышла такая ссора с председателем председатель приехал на поле типа что ты здесь будешь начал не езжать но он так как бы пацан резкий ответил ему точно также и затаил короче обиду председатель позвонил милицию вызвал на него милиция приехала ставили там объяснение взяли что здесь делают червей копаю на рыбалку как говорится ничего такого мд уже в руках не было но все равно данные взяли ну как бы вот смех смехом там все и даже свидетели нашлись вроде как увидели что он рыбаками копатель здесь посмеялись и разошлись но через какое-то время явились даже в другой области органы так назовем их и устроили шмон квартиры пол причем там смонали не то что прошел участковый там еще что-то а серьезные люди специальными приборами которые считывают запах пороха там еще чего-то через стены новыми мд там вот там делся не на и выше стены звонили ну короче все искали сразу предложили сдать порах патроны ну нету если найдут даже гильзу по войне к окону уже будут проблемы большие так что вот вот вы видите мои ролики я стараюсь даже лишний раз в руки не брать не патронами гильза пулю незачем рисковать из-за шмурда из-за этого я по войне не тащусь как бы не собираю это ничего да что-то интересно там где-то найти какие-то посуду там еще чего-то такое ну оружие вещества эти меня не интересует но проблема то то что ты попал вот из-за этого всего где-то твои данные внесли еще перри ну вот сам себя перешел как бы вспомнил чтоб не забыть тоже знакомый с витебска ходил по бережку по пляжу собирал монетки так говорить подошли милиция что вы здесь делаете да вот там кольцо грубо потирал свое ищу там как бы ничего ничего такого а данные записали и уже как он говорил раз всем проходили шмонать у нас вот проходит операция арсенал вот раза два наверно вот только я дневникал вот как только начинается эта операция арсенал сразу дуют по этой картотеке так говорит по черному списку ко всем домой и всех моно независимости хоть уже 5-10 раз моноле ничего не нашли все равно едут обыскивают всю квартиру это сами понимаете мне как бы скрывать нечего мне дома ничего такого нету нашли чего-то там это самое но просто жената мне такой стык даст потому что эти приходит они даже не разуются ботинков все ковры затопчут грубо говоря все вверх дном перевернут и потом проблемы на сказать слышишь больше никакого по посиди дома еще все равно эти проблемы ну я так считаю просто лишний геморрой так ну вот это вы поняли я надеюсь что попадать в эти списки не советую даже если вы копаете там по пляжу ничего не боитесь как бы не наказанно все равно старайтесь как-то избежать этого увидели там издалека лучше свалить поля поля что скажу сто раз мы копали на полях когда вот рядом с дорогой едет милиция охрана там а еще кто-нибудь смотрит там сигналит бывает так мигалку включить по приколу все никто ни разу не выходил ничего но моим знакомым подъезжали именно на поле проходили к ним по такому поводу что позвонили короче люди сдали они обязаны отреагировать ну я знаю сейчас что много самих милиционеров копает и они вникают в эту тему понимают все что здесь как бы ничего такого нет и но не подошли ребята все понимаем культурно ласково как говорится сказали просим уйти мы должны отреагировать и должны уйти чтобы не было дальше проблем все друзья сказали не вопрос собрались уехали все они уехали никаких как бы делов проблем нет но это учтите что поле должно быть не засеяно просто у нас случилось один раз такой конфуз как скажем у меня есть видео для находки но зато какие что-то так называется мы поехали копать с друзьями вышли на поле который на вид не засеяно ничего и пошли в сторону куда там по карте надо было здесь и откуда не возьмись появилась него выскочил там председатель он там не знаю кто там агроном и короче на нас там такими мутерками начал гнуть пугать там то у него предписание на сдавать давай если есть предписание что-то нам жаловать ну короче не стали нагнетать обстановку просто ушли и переехали на другое место но вот так он приехал и сказал у меня здесь засеяно я ворону вот не видно ни одного зернышка ничего зачем он не начал втирать что там может я раб сел его там не видно в земле и тому подобное ну ладно не спорим с этим уходим лишний раз не нагнетать самый главный бич у нас это ямки не закапываем ямки вот из-за этого у нас все проблемы все председатели начинают бузить из-за этого им вот сколько я общался с председателями когда нормально с ними общаемся им до лампочки вот до того доходило что председатель говорил да мне иди даже на посевы копай не вопрос вот аккуратно ямки закапывайте сильно вы там ничего не повредите в старые времена кто знает даже телят выгоняли вот перед зимой посевы когда взойдут телята ели потому что они никакого ущерба как бы не наносит все равно мороз снег там вверх обморозит но он говорил не вопрос ну вот ямки когда вы оставляете и вот это вот техника у них ломается там он на джипе там колесо чуть не выломал то все и пошло и зачем ему вот проблему ну мы приезжаем домой вы что даем честно и благородное слово что ямки за собой закапываем а чё ему верить а чего его делить как говорится всех под одну планку все такие же все одинаковые пошли вон отсюда и все и начинается мы приехали нас выгнули следующие приехали ему уже надоело ездить за каждым выгонять просто алё приедьте разберитесь раз вызвал второй милиции тоже лишний раз ездить вас там выгонять культурно выйдете выйдете тоже надоедает начинают искать какие-то проблемы обыски в машине делать еще что-то чтоб за что-то зацепиться чтобы как говорится бензин отбить провести в участок тот же самый отдел короче как-то так копать можно беларусь но не везде исторические места обходите стороной курганы разные захоронения кладбище это вообще те же заброшки смотрите не попадите чтобы не были там грубо говоря замок висел на двери а пол стенки нету вы зашли окажется все равно замок то есть и уже статья может пойти короче с этим все аккуратно вот так как бы никто не запрещает грубо говоря почитать все законы там находка должна быть старше 120 лет вас там что-то наказать вы нарушаете культурный слой он должен культурный слой это любой может почитать слой земли где человеку 60 что-то оставил старше 120 лет в россии старше 100 лет у нас вроде 120 это неважно вы нашли этих вы же не искали и специально вы же не скажите что я вот вышел здесь монеты вы пришли что зимой грубо катались на лыжах ходили на охоту еще что-то потирали крестик кольцо пришел вот теперь хожу по своей тропинке еще там много чего можно придумать метеорит еще там ну это не важно что как бы неправдоподобно звучит но это им надо будет доказать что это неправда знаете это геморрой и грубо выходите здесь те же ну советы попадаются это неважно нашли вы имперскую монету случайно случайно запомнить это случайно вот нечаянно нашел интересное поднял где-то читал помню знаю вроде по закону я должен сдать в течение там не помню пять дней грубо горосполком хотите вот сейчас буду ехать сдам горосполком если у меня примут привезу вам бумажку отчитаю что у меня приняли что я сдал все нормально я не чернокопатель я здесь ничего не граблю не грубо говоря все нормально я думаю никто не захочет с вами там проблемы иметь какие-то заморочки этот день стратит а надо понятых найти где-то на поле записать на видео фото фиксацию что вы именно подняли эту монету доказать на месте что это подлинник они на алиэкспресс вы купили носите для талисмана себя в кармане там да много просто не растираться на на месте и смотреть по ситуации как с вами разговаривать и что вы можете сказать ну не нагнетать конечно на постановку там есть всякие во всех органах как говорится сами смотрите ролики разные бывают есть и неадекваты могут что хочешь сделать потом будут сожалеть но все равно сделают и вам эта проблема тоже не надо но лучше на месте разобраться спокойно объяснить что вот есть закон есть еще я знаю что так я слышал вот это расскажите мне про это просто показать что вы что-то знаете уже лишний как бы не будет и я думаю что вам просто скажут уйти с этого поля маячи здесь у вас видно не было ну и все разойдете спокойно ну как то так вот я думаю первая часть вот нашего разговора состоялась не знаю что там войдет в кадр что-то выражу может поставлю в чем-то я могу быть не прав я у меня своя мысль я сам понятия свои я сам понимаю я отталкиваюсь от того что со мной что-то происходило что-то с моими друзьями происходило что-то мы общаемся рассказывать с этого делаю вывод у вас может что-то по-другому было вы пытались доказать не доказали вы напишите мне я при следующие видео там будем отношу общаться я попытаюсь вот это все рассказать что я в чем-то был неправ и и рассказать как это должно быть там может кто-то есть юрист и докажет обратно что мы неправы по-разному бывает вот так со временем будем вести стримы там будем общаться но я просто знаю что на стримы сколько людей не зайдет только смотрят видео и кому-то эта информация может полезно как-то так сейчас попью чайку копанем еще часик и будем закругляться так друзья смотрю уже кто-то вот ямку рыл присыпал пробовали наверно шурфить и вот копаю короче вылазит стекло боком я уже думал ну может царская какой полезно но смотрю но не похоже что царская может вообще от банки такой полулитровый короче вот и рядом два сигнала один достаю сначала думал это как она это штрафные но оказалось охотничья пуля некоторые вот фотографии присылают спрашивают что это когда находит это охотничья пуля такая не знаю на кабана там на какую-то рогатую дичь короче вот так и рядышком второй сигнал колечко с монетки вот медная она без узора без всего кровота видите такое ну как-то так ложим к месту и копаем дальше ох друзья смотрите какой бодрый пятачок выскочил какой-то был как в пластилине протер его и он практически очистился тридцать второй год красота на мхут от смотрится да красиво 1 копаем дальше друзья сегодня 21 января и у нас вот такие находки живой жук майский спал вот откопал лапками шевелит вот такая зима у нас ни снега ни мороза плюс чтобы там не говорили живодер и тому подобное этого жука никому не жалко тем более они вредители этого жука я заберу с собой у меня дома в аквариуме большие рыбы плавают они очень любят этих жуков так что пойдет на пропитание чтобы вы не говорили вот друзья здесь это три угла я уже проверил это 4 как бы пришел здесь вот как-то показать завалы сплошные разгроб немного раскидал ветки и начал пробовать сигналов нормальной цветнины цветных сигналов как бы достаточно вот сейчас копнул три сигнала два как империя и один ну не знаю может пробка короче сейчас покажу откопаю дальше и посмотрим что ветер сильный начался деревья мотает падают сучки разные боишься голову не пробили и вот этот кусок фундамента здесь идет вот этот уголок я начал и вот первая монетка империя но не первые сегодня первые в этом уголку это четвертый угол пробиваю середину как-нибудь другой раз приеду пробивать вот две копейки но чистить надо вот не знаю не видно 0 какой-то короче 1900 какой-то но все равно приятно ладненько продолжим вот буквально не прошло и минуты ну я сразу выкопал три сигнала он звенят вот это уже второй нашел опять за пином лените ветер задувает в рюкзаке лежит пин но но это тоже николаевская копейка он ролл просматривается положим вот они две 1 сейчас 3 сигнал посмотрим ну что друзья вот и первое серебро я так думаю ну звенело как серебро и блестит но сильно в коржах сейчас посмотрим может разглядим даже что это но по моему белончик ну вот друзья я думаю что это первое серебро этого сезона вот она все в коржах вижу что ранний совет не чистится тёртёр да вот она виднеется по моему рсфср наверно двадцать третий год ну по размеру 20 копеек обмог может потереть как-то ничего не терется хотелось бы показать ну вот слазит понемножку хотелось бы показать конечно состояние его но серебро ну первое в этом сезоне зачет вот тоже подпольные две копеечки все в коржах он черные но ранние надпись он по кругу идут нормально еле нашел еле вызванил вот такая копеечка вот не знаю тоже тер тер окислых каких-то но ранние нормально время уже домой поджимает находки пошли ничего мы еще сюда вернемся добьем как говорится послушаю ваши подсказки может что-то дельное подскажите начну это по-другому шурфить может находок больше будет но пока и так вроде нормально снял маленький ролик такой но что на шурфе пацанам скинуть в эту группу в telegram а связь плохая короче грузится видео долго поднялся сюда на горочку в этих кустах думаю ну здесь должно брать получше интернет короче смотрю и ваху я свои ямки закапываю как дурень бля сейчас вам покажу что здесь творится здесь оказывается тоже наверное дома какие-то стояли ли что домовые ямы может какие сейчас покажу здесь уже ребята шурфили неплохо короче вот пятна это мой шурф где эта школа стояла вот какие-то домовые ямы ну там так сильно не копано но большие ямы а вот смотрите кто-то уже до меня здесь начал шурфить вот кирпичи везде являются и вот такое подземелье какое-то что это может быть не знаю прикольно что это за беда такая кто-то от копал нихреново так но нету здесь ни входа ничего да а что может быть ваше предположение какие вот под деревом кто-то рыл вон кирпичи вот она яблонка стоит и такой прогорок что здесь могло быть выложено так входа нет нигде не видно внутри вроде пустота слышать как сюда зайти залезть но я думаю это погребок какой-то был вход мог вот здесь где-нибудь быть туда заходить или вон там да наверное это наверное от школы было как она склад холодного хранения так скажем вместо холодильника сейчас вам еще покажу вот они кирпичи видите здесь тоже что-то было везде кирпичи идут вот видите-ка я мы не буду уже ломиться то вот еще какая-то яма видите что угодно может быть вплоть что блиндаж стоял чикакой или чё чё короче как то так но яблоки вон везде ладно пойдем да закапываем свою яму должен почти час дня надо ехать домой детей в секции вести со школы забирать сейчас покажу обзор что нашел и поедем вот друзья чтоб не говорили оставил за собой ямки или что вот сколько мест я пробовал копать все закопал сейчас покажу вот одна . сравнял вот первая моя где начинал все вот под фундамент как было здесь пробовал вот здесь видите все протоптал вот место это где империя шла все ровненько никаких проблем никакие животные ноги не поломают люди тем более но люди здесь не ходят я думаю кроме нашего брата здесь никого нет и вот последняя все вот углы больше нет ямы тут не говорили обзор и домой но вот как то так сегодня маялся уже поеду домой по делам но сюда еще вернусь что у нас сегодня две копейки серебром двушка 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 хотя вы это я не знаю это не двушка николаевских вот это вот это не знаю что две копеечки николаевских два пяточка ранних серебруха 20 копеек наверное двадцать третьего года я так думаю вряд ли там какого-то 21 будет сфср двушка 10 копеек поздних копеечка ранние 2 копеечки поздних это что пломба вот такой значок наверное октябренка вот такая позолоченная бижутерия колечко с монетки запонка воротникова ну и такие вот пуговицы или как их называть короче шмурт ну как то так это мой второй шурф в моей жизни первый шурф вот оставлю здесь можете нажать посмотреть там как бы мне находки больше понравились там складе не выпал и не только но здесь вот так по монетам но здесь я еще докопаю может что-то выпадет интересное кому понравилось ставьте лайк пишите комментарии делитесь видео с друзьями ну и до новых встреч на копе или рыбалке